Жить становится дороже с каждым днём. Дорожают продукты питания, коммунальные услуги. Такие серьёзные изменения в экономике просто не могли проигнорировать ивановские коммунисты. Сегодня мы здесь собрались поговорить о проблемах, которые создаёт нам наша замечательная власть. В частности, сегодня мы будем говорить о проблемах жилищно-коммунального хозяйства, о проблемах беспредела управляющих компаний, о проблемах повышения цен на всё, начиная от цены на бензин, заканчивая ценой на проживание. Сегодня мы с вами будем говорить о том, что народ устал ждать, устал думать, как прокормить детей, устал выбирать, куда ему идти, отдать ему деньги на коммунальные услуги или заплатить за хлеб. По мнению партийцев, вот так необоснованно накрутить стоимость коммунальных услуг нельзя. Причину скачка цен они видят в одном – коррупции. Это выгодно тем паразитам, которые живут на народном теле за счёт народа и обнищания этого народа. Я уже в своём выступлении говорил о том, чтобы теплу дойти по трубе до квартиры, на нём сидит 10 перекупщиков, которые, переписывая бумаги, повышают тариф. Как ни странно, хоть тема повышения тарифов и близка к каждому Ивановцу, публику митинг собрал сравнительно небольшую. Причину партийцы видят в том, что народ запуган последними так называемыми политическими репрессиями. Но совсем скоро всё изменится, уверены коммунисты. Совершенно недавно мы с вами мясной городскую булку за сколько покупали? За 4,50, да? А сегодня сколько городская булка стоит? Знаете? 10,50 – 11 рублей. 10,50 – 11 рублей. Так ведь народ на это всё смотрит. А это введение социальных стандартов сегодня. Причём всё, вот, народ жмут, жмут, жмут. Но закон физики, вы его никуда не выбросите. Сколько бы брыжину ни сжимали, она всё равно рванёт. А когда рванёт, людское возмущение выльется на улицы. Главное, чтобы к тому моменту не было поздно.